Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Родион Золотарев. Сегодня у нас в программе речь пойдет о теориях заговора. В первой части мы пообщаемся с фольклористом, антропологом Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Александрой Архиповой. Александра, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, спасибо, что нашли время выйти к нам в эфир из-за рубежа. Да, ну по теме теории заговора, значит, конечно, мы взяли эту тему. Я думаю, для многих не будет секретом, что сейчас в связи с событиями, происходящими в США, в первую очередь с выборами президента, скорее уже с инаугурацией подбирающейся завтрашней Джо Байдена, распространилась теория заговора, которая называется Куанон. Ну я сразу скажу, что я попрошу Александра вас, конечно, в первую очередь рассказать, потому что у вас лучше получится рассказать об этом, хотя, наверное, уже не раз вам приходилось это делать в последнее время. Но теория заговора, это я только в двух словах в качестве вступления скажу, она получила свое распространение не сейчас, а на протяжении последних пары лет, но в связи с событиями в Вашингтоне 6 января в Капитолии она получила такое прям взрывное распространение. Теория заговора очень интересная и, как я понимаю, имеет немало сторонников, не только в США. Ну вот давайте, наверное, вы все-таки в двух словах для наших радиослушателей, потому что явно не все понимают, что такое Куанон, почему это так переполошило весь мир. Что это такое все-таки? К простому. Это Куанон, это откровение некоторого анонимного Кью. Кью Анон. Это сообщения, которые стали появляться на имиджбордах в 2017 году. Этот Кью ронял несколько слов тут, несколько слов там, всего 500 сообщений примерно, и смысл этих сообщений сводился о том, что в американском правительстве, вообще в американских элитах существует такой не просто заговор, такой мега-заговор, педофилов, сатанистов. То есть сатанисты, они не просто поклоняются сатане, но они еще крадут наших детей и продают их сексуальное рабство, ну и по дороге еще и как бы для собственного удовольствия этих детей используют. И эта легенда была бы, эта теория заговора была бы совершенно обычной теорией заговора, если бы не было бы второй части. Вторая часть крайне интересная, потому что обычно теория заговора создает врага. Билл Гейтс нас чипирует, он враг. Рептилоиды со спутника нами управляют, они враги. А здесь появляется еще и фигура спасителя. И этот самый анонимный кью намекал на то, что, собственно говоря, Дональд Трамп появляется не просто так, а у него есть тайная роль спасителя. Он на самом деле такой замаскированный Джеймс Бонд, он борется с силами зла, с этими педофилами и сатанистами. И вот-вот сейчас скоро произойдут массовые аресты, наступит день шторм, и вся эта гидра сатанистов-педофилов будет обезврежена. Вот вкратце содержание этой истории. Тогда сразу, если отталкиваться от этого, я могу наших слушателей отослать к вашей статье. Вы опубликовали статью, в которой этот феномен Кванона разбираете, в частности упоминайте ее, эту отличительную черту, появление этого героя в лице Трампа. Я не как политолог, естественно, вас хочу спросить, но вот с точки зрения Трампа, почему его фигура, за счет чего она могла, какими чертами располагает фигура, скажем так, Трампа, что она могла встроиться в эту теорию заговора в качестве героя? Сам по себе Трамп, ну, так сказать, располагает множество отрицательных черт, которые позволяют ему встраиваться в эту теорию заговора. На самом деле, людям нужен не только враг, который мобилизует, людям нужен герой, людям нужен спаситель. И здесь, парадоксальным образом, любые странные, отрицательные, негативно воспринимаемые слова и поступки Трампа играют на руку. Потому что, вот представьте себе, вам не нравилась Хилари Клинта, вы голосовали за Трампа, дальше Трамп совершает множество разных действий, которые воспринимаются либо со смехом, либо негативно. И вам с каждым таким действием все труднее и труднее его поддерживать. Но вы не можете бросить начатое дело, потому что это называется эффект конкорда, психологический эффект. Чем больше человек вкладывается в какое-то дело, тем труднее ему остановиться на полпути и сказать, я дебил, зачем я это делаю? Поэтому человек не бросает, а наоборот, он должен уверять окружающих, что в президентстве Трампа есть какой-то смысл. И когда на поверхности никакого смысла в президентстве Трампа не осталось, в дело идут аргументы глубинного заговора, что на самом деле, каким бы дебилом Трамп не казался, на самом деле он тайно, замаскированно борется с врагами, борется с вселенским злом, а педофил и сатанист это такое вселенское зло. Соединение двух нарушений самых страшных табу – сексуальных контакт с ребенком и поклонение сатане – религиозное и сексуальное. И мало того, эти два страха в американской культуре крайне укоренены. Паники о сатанистах, педофилах идут постоянно в американской культуре. Они совершенно не новы, они как бы каждые 10 лет происходят такой разнообразный всплеск. Но поддержка Трампа позволяет нам сказать, ну вот, смотрите, на самом деле, что бы он ни делал, какие бы там идиотские решения ни принимал, все равно на самом деле он наш, потому что он борется с этой отвратительной элитой, которая нам так досаждает, а еще они педофилы-сатанисты. – Я еще коротко просто скажу, мы с вами не упомянули, что вот этот вот момент 6 января, один из ярких персонажей этих событий, вот этот человек, как его назвали, шаман Кванон, по-моему, да, как раз. – Акий с рогами. – Да-да, человек с рогами. Вот, я думаю, многие увидели на фотографиях, выяснилось, что он, не знаю, адепт этой теории заговора Кванон, и она получила больше распространения, в том числе в оффлайне. Вы как-то этот момент уже анализировали, выходим ли мы на новый виток популярности этой теории заговора, или вот в завтрашней инаугурации, постепенном уходе Трампа от дел, все это как-то стихнет, и мы будем ждать новых подобных теорий. – Смотрите, вообще всплеск популярности Кванона произошел не после событий 6 числа. Всплеск популярности Кванона рос весь год, весь 2020 год, как и на самом деле других конспирологических теорий, например, обычное движение антипрививочников, обычные истории про то, что Земля плоская, а микроволновка тебя зомбирует. Потому что, в принципе, в ситуации стресса люди начинают быстрее обмениваться подобными сообщениями, поэтому любое подобное объяснение действительно начинает распространяться быстрее и быстрее в ситуации тотального социального стресса. Поэтому Кванон рос, и его всплеск был в августе 2020 года, и дальше, соответственно, всю осень, он набирал популярность, потому что он становился главным и решающим аргументом среди сторонников Трампа. По последним опросам в октябре 2020 года 52% среди опрошенных сторонников Трампа считают, что Трамп на самом деле борется с вот этим вот вселенским злом, сатанистыми педофилами. Поэтому совершенно неудивительно, что среди тех, кто пошел на штурм Капитолия, напоминаю слушателям, что это было сделано для того, чтобы помешать окончательному утверждению голосов по избранию Джо Байдена, так вот неудивительно, что среди тех сторонников, которые штурмовали Капитолий, было очень много сторонников теории заговора, потому что их, в принципе, очень много среди сторонников Трампа. А фольклорист, антрополог Александр Архипов у нас по Зуму на прямой линии, напоминаю. Ну вот еще хотелось бы, я не знаю, я, может быть, пытаюсь немножко рационализировать всю эту историю, но просто когда ты вот сталкиваешься неподготовленно с мотивом и сюжетом этих педофилов-сатанистов, это кажется чем-то доведенным до абсурда, то есть такое абсолютное крайнее зло, и абсолютно невероятное. Почему, вот вопрос, может быть, в эту природу можете объяснить, почему люди все-таки в это верят, потому что это кажется чем-то неправдоподобным. Еще раз говорю, я, наверное, рационализировать пытаюсь что-то бессознательное, но тем не менее легче поверить что-то правдоподобное, нежели вот в такой просто невероятный заговор. Потому что борьба со всем хорошим, против всего плохого, вместе со всем хорошим, это вообще такая позитивная цель человека. И человеку хочется сделать в своей жизни что-то значимое. А это такая важная борьба. И таким образом любые поступки, они могут быть оправданы. И на самом деле такое совершенно не исключительно. Давайте вот приведу вам пример из современной российской жизни. В России есть такое движение Национально-освободительный союз, сокращенно НОД. Член этого движения, которое организовал депутат Федоров, считают, что правительство России, Дума, вообще все захвачено американцами. И они тайно управляют Россией. И это тайное колониальное правительство сидит в некотором здании у белорусского вокзала. И вообще как бы все контролируется Америкой, кроме одного человека. Это президент Путин. Он на самом деле ведет тайную тяжелую борьбу с захватчиками-американцами. И дело НОДа это помочь Путину в этой борьбе. Они называют себя руками и голосом НОД Путина. Они должны помочь ему избавиться от этой заразы. В лице американцев. Спасти Россию от колониальной зависимости от Америки. И поэтому они везде эту информацию распространяют. То есть схема ровно то же самое. Правительство захвачено врагами. Президент единственный, кто ведет тайную тяжелую борьбу. Мы должны помочь президенту. Просто в России это осталось на уровне таких вот крайне странных политических убеждений, приводящих к политическим акциям. Но не так часто, как могло бы быть. А в США эта теория Куанона такая же, по сути, стала социально престижной. И это отличает теорию Куанона от теории НОДа. Куанон социально престижен. Вот представьте себе, вы бьюти-блогер. Вы как бы рассказываете людям, как красить ногти и ходить в салоны. И как правильно юбку какой длины носить. А тут бац, коронавирус. Всем не до юбок, не до ногтей, не до чего. В Америке кошмары, ужас, помирают люди. Чем будет бьюти-блогер заполнять свою страничку? Рассказами про педофилов, которые сидят в правительстве. Это привлекает людей, это вызывает жаркие обсуждения. И поэтому такие вот маленькие блоги, которые лишились, чьи хозяева лишились своей работы, они начинают постить такую вот жареную информацию, чтобы удерживать подписчиков. Ну да, вот вы, я как раз хотел вспомнить феномен, как ее назвать, медиаперсона Виктория Боня, которая сейчас очки себе зарабатывает за счет различных рассказов про правду разоблачения пандемии. А вот у меня такой вопрос, то есть я, конечно, рассуждаю не как специалист в теориях заговора, коим я и не являюсь, но, пожалуй, наверное, теории чаще всего рождаются вокруг того, о чем мало известно, что является непрозрачным. Ну, тот же коронавирус, какое-то совершенно новое явление, или большие государственные структуры закрытые. Стоит ли тогда сделать вывод, что чаще теории заговора такого государственного характера распространены в больших и в том числе авторитарных странах? Потому что, например, вот в Латвии нам сложно представить, наложить этот кванон на наше правительство. Мы членов нашего правительства видим на улице, на велосипеде почти там через день. То есть люди намного ближе и таким образом более знакомые как будто бы нам. А вот в этих странах правительство является чем-то большим, закрытым, непрозрачным, тайным и так далее. Или это неверно? Вам во многом верно. То, что вы говорите, это так называемый знаменитый рейтинг Хофстеда, который измерял дистанцию власти. Чем дальше удалены друг от друга представители власти и подчиненные, чем меньше они могут обедать в одной столовой, чем меньше подчиненный может задать вопрос начальнику во время совещания, тем сильнее дистанция власти. Чем власть больше сакрализуется, больше удалена от людей, тем меньше она воспринимается как не человек, тем меньше мы понимаем, какие поступки скрыты за словами и действием представителей власти. Тем больше нам хочется как-то это объяснить. И тогда рождаются теории заговора. Когда мэра города можно встретить на улице, который едет на велосипеде, можно его напрямую спросить. И да, действительно, дистанция власти имеет прямое отношение к поддержанию теории заговора. Тогда у меня еще такой вопрос. Вот если, не знаю, насколько это вообще анализировалось, то есть теории заговора, которые, может быть, формулировка не до конца правильная, но теории заговора, которые в итоге подтверждались. Может быть, это уже нельзя называть теориями заговора, но, например, распространенная идея о том, что посредством соцсетей производится какая-то слежка за пользователями, и мы получили сколько-то лет назад скандал с Фейсбуком, или вообще громкий кейс Эдварда Сноудена. Вот насколько все это подбрасывает масло в огонь, и люди начинают больше верить теории заговора, потому что они видят, что некоторые из них подтверждаются элементарно? Конечно, подбрасывает. Вот, например, в Советском Союзе в конце 70-х годов было жуткое дело. Люди начали умирать в городе Свердловске. Приехало КГБ, все отцепило, люди обращались в больницы со странными симптомами, скоропостижно умирали, похоже на воспаление легких на воспаление легких. Довольно быстро стало понятно, что сибирская язва. КГБ, как называется, всех попыталась заткнуть. Была официальная версия, что дети в лесу раскопали могильник с тухлыми коровами, зараженным сибирской язвой. Ну, короче, в таком все стиле. На самом деле это был реальный случай утечки из военной лаборатории. Вот коронавирус не является военной утечкой, а вот тогда была действительно военная утечка. Про это есть хорошее исследование, даже понятно, почему. Потому что через вентиляцию утекли споры, и как бы зараженные были в радиусе такого вытянутого овала, в радиусе движения облака спор. И все, кто знает про этот случай, а случай распространяется, они говорят, ну вот, пожалуйста, смотрите, была же утечка из лаборатории, почему сейчас не может? Такие вещи действительно очень хорошо ложатся. Мало того, люди, которые воспитаны, ну, как бы, помнят социалистические государства, помнят идею постоянного замалчивания, скрывания и неговорения прямых причин, легко, склоняясь с точки зрения, от нас все скрывают. Это тоже льет менеджер на теорию заговора, несомненно. Александр Архипов, фольклорист и антрополог у нас сейчас в прямом эфире. Нам, кстати, можно позвонить, если у вас есть такое желание, задать вопрос 672-12-93-9. Вот вы в своей статье, в том числе, по-моему, уже ближе к финалу вашего текста, пишете о том, что, в принципе, тот же Кванон, как теория заговора, не является чем-то новым. Ну, у многих свежевоспоминания еще о предыдущих выборах президента США, тогда был так называемый Пиццагейт, но вот вы приводите примеры там 100-летней давности, сюжеты практически одинаковые. Отсюда вопрос, а вообще что-то новое в них появляется, или это постоянно по кругу, хождение по кругу одно и то же, просто там меняются вот эти вот действующие лица, или какие-то вещи все-таки надстраиваются? Смотрите, паника по педофилам, сатанистам – это такая примета 20 века, на самом деле. В тот момент, когда общество выработало консенсус, что сексуальное насилие по отношению к ребенку и сексуальный контакт не допустим ни в каком виде. Вот как только появился консенсус, и тогда… А до этого его не было, простите, этого консенсуса? Ну, так сказать… Или просто нам неизвестно об этом? Понимаете, оно, ну, как сказать, на момент 18 века, ну, мы все знаем, в каком возрасте девочки выдавались замуж. При этом, как бы, надо понимать, что не просто… Даже важно не то, в каком возрасте девочки выдавались замуж, а важно понимать, что этот возраст отличался. Одно дело – аристократическое лондонское общество, а другое – крестьяне. Мы все помним отношения с 19 веки в России с помещиков и крестьян. И как бы не было в разных слоях общества, в разных группах были свои представления, не писанные и писанные. А общего консенсуса для всего российского общества, например, не было. Общего консенсуса для латвийского общества тоже, я думаю, не было. И это, как бы, на самом деле, такой этап развития. А вот в 20 веке этот консенсус был выработан. И в результате, как бы, страх перед сексуальным… нарушением сексуальных табу – это один из самых сильных страхов 20 века, и поэтому стал лидирующим. А новое в теории заговора как раз появление спасителя. Вот то, что Трамп и Путин в логичных версиях появляются такими спасителями – это некоторый новый ход в теории заговора. Обычно в теории заговора спасителя нет. Там всего лишь враг, который нас сейчас убьет. И если говорить о чем-то новом, то, наверное, тоже тут очевидно, что что-то новое привнесло появление интернета. Это речь идет, наверное, о последних 20 годах, когда это уже интернет распространился более-менее, там появились форумы и так далее. Вот с этой точки зрения, опять же, если примитивно смотреть, с одной стороны, это стало трамплином для распространения теории заговора, с другой стороны, интернет нам подарил возможность какого-то фактчекинга, проверок и так далее. Ну, то есть чего-то более достоверного. Вот как это противоречие объясняется, и что нового действительно принес интернет, на каком этапе вот в этом смысле интернет-теории заговора находится сегодня, к 21 году? Знаете, все считают, это такое как бы прямолинейная точка зрения, что вот появился интернет, появились соцсети, и это привело к развитию ситуации постправды, фейк-ньюз, теории заговора, и раньше всего этого не было. За этим стоит на самом деле желание чувствовать, что наша эпоха уникальна. На самом деле я хочу разочаровать. Все это было. И интернет, конечно, убыстряет процесс распространения слухов теории заговора, но не так уж сильно, как нам казалось. И до интернета теории заговора распространялись крайне стремительно. Был очень мрачный период в советской истории, период антисемитизма 1947-1953 годов, который закончился всем известным делом врачей, когда арестовали людей, врачей кремлевских евреев по обвинению в подготовке к убийству подчленов Политбюро. И началась такая антисемитская паника. Так вот слухи об этом распространялись крайне стремительно. Это видно по дневникам, что один и тот же слух, одна и та же история фиксируется в разнице в день, в дневнике в Томской области и в Москве. Люди звонили, люди писали, люди про это рассказывали, люди обменивались. И скорость болтовни, она очень быстрая. На самом деле мы как бы это недооцениваем. Поэтому интернет, он только сделал прозрачным тот процесс, который раньше был. Мы просто видим в соседних блоках, это такой дом с прозрачными стенками. Мы видим, как это распространяется. На самом деле эти процессы были всегда. И вот Первая мировая война был процессом, когда началось такое всемирное распространение международной теории заговоров и слухов. Все вот эти вот вещи, которые так или иначе все равно на форумах циркулируют, тот же Кванон оттуда вырос. Как часто это все-таки выходит в офлайн, если вообще корректно так ставить вопрос? Ну вот пример. Чаще всего, как кажется, это выливается в какую-то агрессию. Капитолий отдельные приверженцы каких-то теорий совершают какие-то акты агрессии, там, не знаю, с оружием в руках. Вот как часто это происходит и как это может проявляться в офлайне? На самом деле это происходит буквально каждый год и по несколько раз. Просто мы как бы живем в таком европоцентричном мире, мы этого не замечаем. В августе 2018 года в Северную Америку и Южную Америку обошла такая фотография. В августе люди стоят в деревне и радостно снимают на смартфоны двух горящих людей. Дело в том, что в мексиканской деревне пронеслось слух, что там исчезли дети, которые на самом деле никуда не исчезали, их вообще даже не было в природе, что вымышленные дети были украдены на почве для донорства органов дирекального в Америку. И в этом обвинили одного молодого мексиканца, который живет в Америке, который приехал навестить своего дядя. Вот он на самом деле тайно вывозит наших детей для вырезания почек. Их схватили и сожгли в прямом эфире. В 2019 году жители одного индийского штата убили группу туристов и устроили блокаду на дорогах и стали всех обыскивать машину, потому что они считали, что туристы американские тоже занимаются вывозом детей индийских на донорство органов. Такое происходит довольно регулярно. Хорошо. Фольклорист и антрополог Александр Архипов у нас на прямой телефонной линии. Еще раз напомню. И уже ближе, наверное, к завершению. Мы говорим про Кванон преимущественно. Но, конечно, если мы оглянемся на 2020 год, то, пожалуй, больше всего каких-то теорий, конспирологических вообще историй нам подарил коронавирус, скорее всего. Появилась масса вообще каких-то невероятных теорий, которые уже назвали инфодемией параллельно с пандемией. И там, конечно, от народной медицины какой-то чудодейственного лука, конечно, прививки. Вся это антипрививочное движение получило новую жизнь и так далее. Вот какие особенности, я так, конечно, в целом спрошу, понятно, что это очень глобальный вопрос. Какие особенности вы уже успели выделить к началу этого года? Что нам подарило интересного и полезного с точки зрения знания 2020 года пандемии? За истекший год мы зафиксировали в социальных сетях, в российских социальных сетях, более 3,5 миллионов репостов, текстов, которые содержат разного рода непроверенную, на околопроверенную информацию о устойчивой, клишированной информации о коронавирусе. То есть, ну так, огрубляя, 3,5 миллионов репостов фейков. При этом они совершенно разные. В первой половине года, с марта, с февраля по август, лидировали в российских социальных сетях две темы. Первая из них – это отрицание коронавируса, что никакого коронавируса нет, на самом деле это такой заговор правительства, и от нас там все скрывают. На втором месте разного рода околомедицинские и псевдомедицинские советы. Вот то, что вы говорите, лечиться луком, чесноком и прочее, прочее, прочее. То есть в совокупности вот эти две группы составляют 65% от общей массы. Это очень много. Во второй половине года вперед вырвались слухи против вакцинации и слухи против дистанционного образования. Они вместе с слухами против... Простите, а что с дистанционным образованием? Вот мы такого особо не слышали здесь. Ой, вы знаете, это большой движ. Родители объединяются... Вот вы говорите, спрашивали меня, когда конспирология может привести к реальным последствиям. Она практически привела к тому, что в России отложили законопроект о дистанционном образовании. Потому что в центральных городах, прежде всего в Москве и в Петербурге, необычайно высокое движение родителей, которые уверят в то, что дистанционное образование а, сильно вредно, б, оно... Как бы есть тайный план, вести его навсегда. В этом тайном плане сначала дистанционное образование вводится навсегда, потом учителей заменяют роботами, потом всех зомбируют, но потом понятно, что. И это движение особенно сильно в Москве, где, понятно, Москва была флагманом дистанционного образования. И это повлияло на принятие законодательных решений. Хороших и плохих – это уже отдельная история, но, тем не менее, это повлияло напрямую. И поэтому вот среди вот этих фей... Среди всех фейков осени история про то, что дистанционное образование приведет к тому, что будет всегда, и нас будут учить роботы, идти потом отправить на фермы – это вот такой главный страх. Ну что, спасибо вам большое. К сожалению, времени уже не остается. Александр Архипов, фриклорист и антрополог Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, была у нас в этой части. Мы еще свяжемся с нашим местным социал-антропологом, поговорим, как в Латвии все это распространяется. Через небольшую паузу. Александр, еще раз спасибо их. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова